всем привет это очередное включение по рынку давайте с вами посмотрим текущую ситуацию в нашем российском рынке но и сразу же хочу поспешить напомнить что у меня с сожалению слетел телеграм-канал где было более четырех с половиной тысяч подписчиков и буквально сегодня недавно я создал новый поэтому ссылочка будет на его проходите в описании под видео подписывайтесь обязательно вот только что создал здесь все важные новости моими комментариями то есть не нужно фильтровать до новости и читать всякие ненужные посты здесь все собрано только собрано только интересная все отчетности новости и так далее с моими комментариями обязательно проходите подписывайтесь ссылочка будет под видео в описании на мой новый телеграм-канал всех жду вас здесь все мы прекрасно с вами знаем чтобы торговать на фондовом рынке необходимо иметь брокерский счет более того скажу чтобы торговать на рынке нужно иметь несколько брокерских счетов причем у разных брокеров во-первых это диверсификация во вторых это разные портфели скажем один счет инвестиционный другой более спекулятивный и так далее и сейчас на рынке появилось интересное предложение есть такая уникальная акция от альфа банка альфа банк дарит гарантированный подарок для всех новых клиентов это 5000 рублей и 2000 рублей для действующих при открытии первого брокерского счета собственно как получить эти деньги всего лишь необходимо открыть брокерский счет это буквально очень быстро открывается я думаю вы все имеете брокерские счета и знаете это пополняете его удобным способом покупаете любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей и собственно альфа банк дарит вам 5000 рублей если вы являетесь новым клиентом и 2000 рублей если вы являетесь действующим клиентом я думаю что такую акцию упускать не стоит и обязательно ей нужно воспользоваться поэтому ссылочка находится под видео в описании проходя по моей ссылке которую выделили мне как блогеру такую уникальную акцию проходите открываете и собственно получаете достаточно крутые подарки также ссылочка будет находиться в первом закрепленном комментарии по рынку в целом картину нас не меняется мы находимся в неком таком запиле это в принципе очевидно да хотя сегодня была попытка такого некого локального разворота и связана она была с отскоком ростом того самого лукойла давайте обратим с вами внимание вот сегодня я позицию по лукойлу прикрыл об этом я писал в своем вип-канале закрытом подписаться на который можно по ссылочке также в описании под видео в своем закрытом вип-канале опишу свою аналитику в режиме онлайн то что я делаю различные технические формации по многим бумагам вот если вы хотите учиться понимать рынок то вступайте в наш инвесторский клуб закрытый ссылочка под видео в описании но лукойл на самом деле здесь находится в таком нисходящем к пока канале а бытует мнение о том что лукойл снова будет презентовать возможность выкупа у нерезидентов акций по дискусс дисконтом у него на это кэш имеется свободный он ранее урезал дивиденды в связи с этим но пока по факту подтверждения этому нет пока наверное это только домыслы которые рынок пытается отыграть в целом лукойл также находится нисходящем канале как и многие другие бумаги и сегодня я бы сказал неблагоприятная абсолютно среда для наших экспортеров во первых во первых у нас падает валюта обратите внимание то есть у нас бурное укрепление рубля мы выполнили точку о которой я говорил да в своих предыдущих видео точка 12.2 вот это у нас была цель вот этой вот формации до двойного так скажем на и мы достигнули этой цели и большой пошел достаточно большой откат но можно это обусловить тем что у нас сейчас налоговый период пик налогового периода начинается когда экспортеру даже продают валютную выручку для выплаты рублевых налогов вот и соответственно возможно с этим также эта информация была связана с другой стороны у нас так как ранее был выход нерезидентов возможно резидент нерезиденты выходя скупали собственно валюту это из-за этого нас рубль ослаблялся вот сейчас я думаю что те все кто хотел вышли уже хотя там были продлены вот эти возможности до сентября месяца вот но я думаю что кто хотел уже по большей части вышли поэтому мы еще из этой части выдели такое видели такое некое укрепление валюты и ослабление рубля вот сейчас мы вели обратную картину у нас тут же начали реагировать наши экспортеры вот хотя лукойл вот в принципе против рынка нас сегодня растет вот и второй фактор это безусловно котировки нефть на нефть да обратите внимание то есть у нас по-прежнему торгуемся здесь таком треугольнике в неком клине и поджимаем к нижней его границе сегодня котировки пытаются нас отскочить обратите внимание фундаментальных значений для отскока у нас конечно же нет у нас падает экономическая активность том же самом китае мы эти новости с вами неоднократно уже рассматривали а то же самое блумберг писал что очень массово инвесторы выводят капитал из экономики китая связи как раз таки с снижением экономической активности вот естественно спрос на нефть падает у нас не разгоняется эскалация на ближнем востоке которая хотя бы могла бы поддержать нефть да вот с этим нас пока что для нефти факторы складываются негативные поэтому мы видим такое поджатие к нижней границе слив но если мы его не удержим тогда будет плачевная несколько ситуаций то есть мы пойдем и на 72.8 и далее у нас нижние цели будут на то на уровне 71 но это уже такие неблагоприятные скажем обстоятельства если мы ранее сами видели что при снижении котировок котировок на нефть у нас пытались девальдировать рубль то сегодня двойне негативная ситуация у нас и нефть падает и собственно рубль достаточно сильно укрепляется но безусловно так как газпром растет сегодня против газпром лукойл растет против данных факторов то здесь какая-то возможно как раз таки фундаментальная идея есть вот но пока пока что посмотрим со стороны на нефтяников вот что еще интересного посмотрим сами инструмент золото но я уже неоднократно скидывал из телеграм-канал тут формат у нас восходящий канал но и собственно технической точки зрения достаточно неплохо все отрабатывается то есть мы видим как достаточно четко мы дошли до верхней границы данного канала и золото пытается отбиваться от верхней границы пока но не пробили пока верхнюю границу расти золото просто-напросто пока тяжело скорее всего будем пытаться снова отрабатывать вот эту картину в рамках восходящего данного канала все рамках технической скажем картины также у нас по-прежнему отчитываются многие компании выкладывать свои отчеты и вышла новость о том что есть готовить новые пакеты санкций против россии под ударом может оказаться металлургический сектор но я думаю что здесь из всех металлургов если мы смотрим опять же наиболее такие ликвидные сейчас наше время это северсталь ммк нмлк то под ударом я думаю что больше всех будет тот самый нмлк который не полностью направлен на внутренний рынок если тоже сама северсталь мы с вами прекрасно знаем да и ммк они больше ориентированы на внутренний рынок и их мощности задействованы как раз таки на внутренний рынок то нмлк по большей части пока еще не под санкциями и любые возможные санкции в отношении нмлк отправят достаточно далеко его вниз и я думаю что в этом пакете санкции как раз таки может затронуть именно нмлк из всех металлургов потому что он сейчас но достаточно не диверсифицирован до в три страны поэтому я думаю что пока нужно стороной обходить именно вот эту компанию из всей тройки но не буду говорить четверки потому что гмк норникель так сейчас находится в не лучшем положении но нмлк я думаю что пока нужно смотреть со стороны потому что действительно есть такие опасения касательно этой компании также у нас сегодня начались торги новобев и здесь достаточно большой обвал многие недоумевают почему у нас на мою новобев сегодня так сильно обвалился я в рамках приватного телеграм-канала полностью расписывал сегодня картину даже удалось спекулятивно на нем прокатиться разок забрав при этом практически 11 процентов но волатильность здесь была достаточно большая и мы видим что последующем волатильность она начинается снижаться что здесь было интересно то есть у новобев такая была скрытая допомиссия на каждую акцию держатель получает 7 новых акций то есть фактически та стоимость которую мы наблюдали с вами до закрытия торгов торги были закрыты на столь продолжительное время до связи как раз таки с увеличением уставного капитала за счет прибыли за счет этого получается акционеры получили бесплатно акции то есть компания в принципе сама оплатила те акции которые она выпускала и этими акциями скажем рассчиталась в виде дивидендов со своими акционерами то есть на каждую акцию акционер получил 7 новых акций бесплатно естественно размытие произошло и цена упала как раз таки в это количество раз 7 раз до от того от той стоимости которая была рыночная вот но это несложно посчитать все здесь думаю в принципе понятно что еще интересного здесь но интересно здесь то что эти акции которые вновь выданы до акционерам они будут заблокированы до конца года а вот потом в конце года а может и раньше никто этого собственно точно не знает они могут разблокироваться соответственно пойти в рынок что создать еще дополнительно на вес продаж то есть сейчас у нас в принципе такая равновесная цена адекватная да если мы смотрим опять же количество акций которые были выданы но если эти акции разблокируют дальнейшем в конце года может и раньше еще раз повторюсь то соответственно у нас еще появится некий на вес продаж в этой акции поэтому имейте это ввиду если вы сейчас покупаете эту акцию там скажем инвестиционно но вот и такие вот ситуации случается в компаниях да хотя казалось бы компания достаточно неплохо держится и показатели неплохие сегодня было отчетно кстати там прибыль увеличилась вот но вот такие манипуляции за счет прибыли компания иногда устраивает вот такие вот сюрпризы у нас бывают на рынке в целом еще раз повторюсь сегодня из негативных факторов конечно же падение и котировок нефти в целом да и сильное укрепление рубля поэтому наш индекс сейчас хотя сначала до пытался такой пойти в отскок пыталась сформироваться некая разворотная формация но в целом пока мы остаемся таком неком запиле но мы видим что здесь формируется такое вот якобы локальное дно от уровня 2748-2767 по индексу мвб и соответственно пытается сформироваться такая разворотная модель первым целью которой будет уровень 2800 это краш низ на границе того боковика в котором индекс некоторое время топтался поэтому для того чтобы нам достаточно неплохо получить отскок необходимо сложить два фактора это и отскок нефти более такой интенсивный сейчас нефти пытается отскочить но в принципе кто торгует нефтью здесь можно пытаться даже стать лонг со стопами под предыдущие минимумы но и соответственно конечно же необходимо получить отскок по валюте валюту очень сильно сегодня заливают поэтому следим за рынком все кто собственно торгуют сырьем нефтью принципе картина достаточно неплохая да если опять же котировки будут достаточно четко ходить в рамках данной формации вот такой небольшой обзор ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что думаете по этому поводу озвучивайте свои мысли в комментариях но не забывайте подписываться на все соцсети и на telegram ссылочки будет под видео в описании всем удачи всем пока пока